Тараканов против. В эфире телеканала ТНТ Онега. Я вас рад приветствовать вновь на нашей волне. И естественно сегодня в нашей студии с Николаем Таракановым, которого я естественно представляю. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы будем говорить о самых злободневных темах, которые у нас происходят в Петрозаводске, связанные с нашей общественной жизнью, с политическими, социальными направлениями. Первая новость, которую я сегодня предлагаю обсудить, стал новым председателем Геннадий Бондарчук в Петрозаводском городском совете. Что от этого изменится? И вообще сама суть? Я думаю, Днис, что мы сегодня, одни из первых, наверное, комментируя данное событие в городской жизни, должны объяснить горожанам, что такое должность председателя Петросовета. С одной стороны, да, это, ну, в принципе, такой же депутат с одним голосом, да, голосующий. Но, как правило, избрание председателя подразумевает под собой определенную, скажем так, смену парадигмы или смену повестки дня. Я считаю, что так или иначе мы наблюдаем сегодня, ну, наверное, одно из, ну, важнейших политических событий вот с начала года. Я бы даже сказал, наверное, важнейшее событие. И, на мой взгляд, означает оно следующее. То, что, скажем так, большинство, сформированное группой Попова, примкнувшими к ним депутатами, ну, еще рядом депутатов, скажем так, из, наверное, других групп, и те люди, которые сформировали большинство и выбрали председателем Фокина, значит, этого большинства больше нет в Петросовете. Возникло, соответственно, новое большинство, с новой повесткой, я надеюсь, с новой повесткой для петрозаводчан. Уверен, что позиция вот этого большинства, которое, наверное, мы сегодня наблюдаем, она будет гораздо более приближена к интересам горожан, чем прежняя. Считаю, что, скажем, прежнее большинство вместе с Фокином были просто, в данном случае, статистами при работе администрации Петрозаводска и Ширшиной с Поповым. Выполняли и поддерживали голосованием все их, в общем-то, пожелания и требования. Считаю, что в нынешнем формате, я думаю, что администрации Ширшиной не будет вот так просто, значит, любые свои желания, значит, видения в городской жизни проводить через Петросовет. Хотя, я считаю, что, безусловно, депутаты должны в первую очередь иметь в виду не то, что они против кого-то или за кого-то. Они прежде всего должны, как жители города, понимать, что нужно горожанам и действовать в их интересах. Я считаю, что конструктивная работа с администрацией Петрозаводска, уж какая не есть она на сегодняшний день, все равно должна быть основой работы депутатского корпуса и, наверное, нового председателя, как мне кажется. Действительно, сегодня такое событие произошло, поскольку можно было наблюдать в Петрозаводском городском совете все ключевые политические фигуры. Кого-то я не ожидал увидеть, но увидел, а все этого ждали. Потому что, да, председателя Петрозаводского городского совета уже, по-моему, третий раз у нас пытались, сейчас наконец переизбрали. Соответственно, какие-то изменения будут. Кстати говоря, сегодня по поводу кадровой политики уже был интересный момент, когда депутаты проголосовали против сокращения численности сотрудников администрации, мотивировав это тем, что Галина Ширшина пытается избавиться от ненужных людей, скажем так. Но те, кто не угоден. Как бы вот примерно вот такой смысл звучал. Денис, видите ли, вот я еще раз повторюсь и скажу, что для простых петрозаводчан, которые, ну, не так много знают и видят, скажем, изнанку петрозаводской политики, сложно, допустим, понять, в чем вот эти перипетии. Да, кажется, что там вот администрация выносит какие-то вопросы, а депутаты там так или иначе их принимают или не принимают, или вносят свои коррективы. Важнейший момент в чем? В том, что администрация Ширшина, Попов и Фокин имели послушное большинство. То есть ничего не обсуждалось. Выносились вопросы, они не обсуждались, не критиковались. Вот есть большинство. Администрация повестку написала, там 20 вопросов. Вот, знаете, ребята, принимайте. Ребята подняли руки, приняли, какие последствия дальше, для чего. Это не обсуждалось, не объяснялось. Не было возможности вносить коррективы. Ну, большинство было достаточно четкое. Я считаю, что так действовать никогда не получится в интересах горожан. Потому что при всем, значит, там, уважении к депутатам и к администрации, я могу сказать, что никогда субъективное мнение одной группы людей, ну, не может быть правильным. Потому что всегда должны быть течения, альтернативы, возможности принятия, непринятия. То есть, когда вот это четкое большинство было сформировано, этой возможности не было. Сейчас есть свое тоже большинство получается, да? Ну, вы считаете, что будет более открыта работа? Я считаю, что будут большие изменения, мне кажется, будут большие изменения. Во-первых, я могу сказать, и я об этом уже давно говорил, о том, что работа администрации в отрыве от правительства, вообще от федеральных структур, ну, это просто какая-то извращенная форма издевательства над нами, над горожанами. И превращение всего в политику. Я считаю, что, безусловно, для достижения, максимального достижения эффекта, нужно работать со всеми структурами власти. Особенно в нашем случае с республиканскими структурами власти. От этого будет только польза для города и горожан. На мой взгляд, вот эта позиция бездумной критики и отрицания любых возможностей работы, которая была при прежнем руководстве Петросовета, мне кажется, она должна измениться на более конструктивную. Петросовета Денис, мы вместе, значит, с инициативной группой и помощниками в течение недели собирали подписи под обращением к Шершиной о том, что включить ремонт моста в бюджет Петрозаводска на этот год, предусмотреть деньги сейчас на текущий ремонт моста. Значит, было собрано более тысячи подписей, и они в ближайшее время поступят в администрацию города. Но я вам, опять же, скажу, с надеждой на будущее, то, что нынешнее, опять же, вот, скажем, большинство Петросовета тоже услышит нас, и мы, наверное, копии этих подписей отдадим вновь избранному председателю, для того, чтобы он тоже смог как-то отреагировать на эту проблему. Проблема, на самом деле, очень острая. Вы знаете, в чем сложность была вот до сегодняшнего дня? Она была в том, что Шершина же там не появлялась вообще. Ну, то есть, проблема есть, а ее там нет. А не появлялась почему? Да потому что не надо. Потому что, в смысле, реагировать на общественность не надо, потому что есть Петросовет. То есть, Петросовет руки поднял, все нормально, проголосовали, и ничего вроде как и не происходит. На самом деле, я считаю, что мэр, ну, у нас же мэр хозяйственником должен быть, мы же это очевидны. Она, по крайней мере, так заявляла, что я хозяйственник. Да, она, конечно же, не хозяйственник, но должна такой быть, по крайней мере, по определению. А если ты хозяйственник, если у тебя что-то в доме сломалось, ну, тебе надо это сделать. Ты для начала должен это увидеть, посмотреть, сказать, что могу сделать, не могу. В нашем случае, вот, мост сам по себе, мэр сам по себе, люди сами по себе. То есть, никакой взаимосвязи нет. То есть, как хотите, так и живите. Я вас сейчас прерву, и, может быть, для кого-то это будет новостью, для кого-то нет. Транспортная прокуратура готова в любой момент закрыть этот мост для передвижения, перемещения. Потому что, и все документы для этого имеются. Вопрос просто временен. Это так же, как и Гоголевский мост. Не верили, закрыли. Понтонный мост, если закроют, это что будет? Это коллапс получается. Почему? Потому что объездная дорога и та, по отзывам, ну, не проезжая практически. Я просто еще раз, Денис, скажу о том, что мы наблюдали в последние вот эти полтора года отсутствие вообще стратегического понимания потребностей города и горожан. И когда деньги, вот бюджет города в первую очередь не предусматривается, ну, тратить на вот такие инфраструктурные вещи, от которых зависит там сотни тысяч людей, да, горожан. То, о чем вы говорите, я скажу так, не дай бог, что закроют мост. Понятно, если будут угрозы безопасности, конечно, надо закрывать. На мой взгляд, ну, не профессиональный, да, мне кажется, еще он должен дожить до ремонта. Я просто надеюсь, что этот ремонт будет в ближайшее время. В ближайшее время, я надеюсь, что изыщут деньги в бюджете Петрозаводска на этот год, на ремонт этого моста. Речь идет для города о значительных деньгах, но тем не менее подъемных. Насколько мне известно, речь идет о 30-40 миллионах рублей. То есть, это... Если мы вспомним троллейбусное управление, сколько туда денег? Да, 200 миллионов каждый год в черную дыру, да. Это один из пунктов, да, если внимательно посмотреть, куда какие деньги идут, я думаю, на понтонный мост можно найти. Хотя, с другой стороны, если так посмотреть, с точки зрения бизнеса, я бы сказал, латать его гораздо выгоднее. Получил деньги, там шпильки какие-то простояли, месяцок сломались, снова заказ. И так постоянно можно ходить, как наши дороги иногда. В таком виде это, значит, позиция временщиков. И, к сожалению, наши администрации, они таковыми являются временщики. Делать надо по-нормальному, один раз и надолго. Вот. И надеюсь, что нынешнему, опять же, Петросовету удастся все-таки изменить вот эти вот, скажем так, мыслительные свои линии поведения и все-таки заставить администрацию. А Петросовет в силах, я абсолютно в этом убежден, Петросовет в силах заставить администрацию все-таки повернуться в направлении, в том числе и Соломинского моста. Те, кто интересуется общественным движением против Гали и Васи, тем же мостом понтонным в Соломином, зайдите на страничку, которую сейчас видите у нас на экране, адрес вы ее видите. И, собственно, можете присоединиться к общественному движению. Смотрите нашу передачу также в интернете на нашем сайте. Ну и, естественно, в эфире телеканала ТНТ Онега. Вы смотрели «Тараканов против». Увидимся в эфире ТНТ Онега. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok